ТОЛСТОВА На этот раз на холстах расположились герои из его азбуки. Филиппок, Лев и Собачка, Кавказский пленник. Эта выставка экспонировалась также в залах нашего литературного музея в Москве. И очень приятно, что мы видим здесь же эти прекрасные иллюстрации и сейчас. Кроме иллюстраций к сказкам и басням, в зале выставлены копии рукописей Толстого. По ним можно проследить, как с возрастом менялся почерк писателя. На отдельном стенде лежит книга, которой чуть больше 100 лет. Это первый том полного собрания сочинений Толстого, в который входят его письма, рассказы, басни и даже арифметические примеры. Мало кто знает, что писатель прекрасно знал математику и даже придумал систему устного счета. Книга, раз она 1913 года, здесь используются буквы старого алфавита, которых сейчас нет, это четыре буквы. Мы знаем, что после каждого слова, если оно оканчивается на согласную букву, писалось с отвердой знака или, как его называли, ерь. Во времена Льва Николаевича Толстого писали с помощью гусиных перьев. И сегодня любой посетитель выставки может попробовать написать что-нибудь с помощью чернил и пера. Урок чистописания – отличный способ выучить старый алфавит. А узнать больше о биографии Толстого помогут экскурсоводы, фотографии и документальный фильм. Как всегда, по следам в нашем эфире на вопросы зрителей отвечает известный российский бизнес-спикер Максим Батырев. Он начинал свою карьеру как специалист по продажам. И всего за несколько лет вырос до члена правления компании «Что делать, консалт?». Сегодня в нашей программе Максим Батырев ответит на вопрос, волнующий многих работников в сфере продаж. И не только. Как работать без негатива? Здесь такие вещи, которые обмануть сложно. Ну, допустим, статистика. Люди, как правило, сосредотачиваются в моменте здесь и сейчас на том, что, ну, извините, курс упал резко, да, черный вторник или как-то в декабре это было. Но ситуация улучшается. Судя по городу Краснодар, в котором я побывал, это великолепный город. Улица Красная, она очень хорошо, по ней приятно ходить. Я даже слышал, что в пятницу перекрывают автомобильное движение, и это прогулочная зона становится. 20 лет назад это был другой город. Совсем. Тем не менее, находятся люди, их достаточно немало, которые критикуют существующую власть, существующие порядки и так далее. И так будет всегда. Но, опять же, все в наших руках, изменить представление. Зачем жить-то в негативе? На сегодня у меня все. Я желаю всем позитивного дня и положительных эмоций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!